Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео будет совместная торговля с людьми. Да, 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 я торгую вместе со всеми ребятами, вот вы меня смотрите, я торгую вместе с вами, у нас на открытом телеграм форуме, поэтому готовьтесь, сегодня будет очередная порция годноты, очередная порция максимально качественного живого анализа и торговли вместе со всеми. Типы, поставьте лайкос по стариночке, подпишитесь на этот ютуб канал, ты точно не пожалеешь, будет обучающий формат, обучающий контент от трейдера SmokeFX. Итак, сегодня, как я уже сказал, будет совместный анализ торговля у нас на форуме, вот вам пожалуйста, мы здесь уже ведем некую торговлю, ну как это, некую торговлю. Я, например, здесь уже заработал и люди со мной вместе заходили и мы здесь принимали участие в голосовании, комментарии я здесь пишу. Короче, хочешь заходи, посмотри, пролистай, мы здесь все вместе, да. Вот такая иконка, это наш форум, вот в общем и целом. И вот конкретная тема, она называется аналитика фри групп. Ты можешь сюда зайти и начать, начать торговать, отрабатывать вообще вместе со всеми, включая меня. То есть все вместе будем здесь работать и отрабатывать. Здесь, как вы видите, прямо сейчас происходит торговля, да. Кто-то до сих пор в перекрытии находится, хотя огромное количество людей получили здесь плюс, сразу плюс, сразу плюс, сразу плюс, сразу плюс. Поэтому, ребята, тут уже все зависит от момента входа, понимаете. Так, давайте пока мы ждем, я напишу, ребята, ребята, пишите вопросы, дам ответ на видосе. Прямо сейчас, пока мы ждем просто, да. Давайте прочитаем, пока мы ожидаем, даже в рифму было немножечко. Смоу, благодарность я выражаю, спасибо. Так, смотри, в твоем голосе слышал и слышно правду. Пацанёра, я всегда говорю правду, говорю, если у меня есть плюсы, вот вам, пожалуйста, плюсы. Если минусы, показываю минусы с перекрытиями, все дела, поэтому, да, типы, огромное спасибо за то, что цените. Вот, пожалуйста, человек, 2019 год, меня смотрит, 5 лет. 5 лет, типы. Ну, вдумайтесь в это, это уже хорошо. Но на самом деле есть типы, которые со мной с 2016 года, это уже 9 лет. Прикиньте. Ладно, спасибо большое. Идем с вами дальше. Читаем, там кто-то что-то писал или нет. Дед, будешь раскручивать баланс до 1 миллиона? Баланс здесь на бинарках? Нет, на Покетни, нет, нет, не буду точно. До миллиона это абсурд полный. На бинарках? Нет, нет, нет. У меня был стрём, когда у меня на балансе сколько, сколько было? В районе 500 тысяч. Это в моменте времени, это недолго, это чисто раскачка была. Я поставил на вывод, я думаю, боже, выведите мне эти бабки. Вывели, вывели, слава богу. И я больше не хочу так рисковать, потому что, вы сами понимаете, это какие-то суперогромные суммы. Вот это уже огромные суммы. Поэтому до миллиона никаких раскруток не будет происходить. Так, что делать, если анализ правильно провёл, но всё равно минус? Значит, ты неправильно провёл анализ. Вот и всё, братан. Потому что правильный анализ равно плюс. А если минус, значит, анализ провёл неправильно. Поэтому необходимо провести работу над ошибками. А что будет, если слетит телеграм? Если это вопрос ко мне, то что будет? Перейдём общаться в Аську. Помните, Аська, мессенджер был такой офигенский. Я им пользовался. Минус, посмотрите. Минус по итогу для тех, кто зашёл не вовремя, неправильно. Это, конечно, интересно. С тем учётом, что мы-то получили плюс. И вы, если включите предыдущее видео, вы это увидите. Я там прокомментировал, почему вход на 2 минуты и так далее. Тому подобное. Привет, дед из Туркмении. Туркмении, он там живёт, что ли? Нет, я там не живу, не живу. Но мне кажется, там достаточно красивая природа. Это если выезжать именно из города куда-то там вдаль. Я имею в виду не огромные там горы, наполненные просто огромным количеством деревьев. Всё в таком духе. Это не та природа. Вот когда я был в Швейцарии, там одна природа. Но я уверен, что в этом регионе природа своеобразная, но тоже очень прикольная. Даже в пустыне прикольно, о чём говорить. Если кто-то не бывал в пустыне, я вам могу привести один офигенский плюс. Я говорю про неискусственную пустыню, такую пустыньку, которая, например, находится... Мы просто ждём, я с вами общаюсь, которая находится там 40 минут езды от Дубая, например. Нет, это не та пустыня. Нужно лететь прям в Африку, вот прям где вообще вот прям сотни километров в разные стороны. Нет большого источника света. И там вы просто видите весь космос. Вот вы вот так вот реально ложитесь на надувной матрас. Раз вы смотрите в небо, и это прям как в фильмах. Вот я такие вообще звёзды видел только там, в Африке. Я был один раз, специальный тур такой был. И это что-то неимоверное, понимаете? Поэтому вот кто-то думает, в пустыне, а что там делать? А ты там увидишь просто все звёзды. Это сложно представить, это нужно увидеть своими глазами. Поэтому это к слову о том, что я сказал про природу в этом регионе, да? Вот мне написали Туркмения. Ну и отлично, я там ещё не был, но с удовольствием бы туда слетал, посмотрел как там, что и вообще классно. Узбекистан, Таджикистан, всё замечательно, везде есть свои плюсы, везде их можно находить. Так, смог в дальнейшем будешь торговать на Форексе, Крипте? Крипта да, Форекс нет. Так, евро, ГБП, давайте откроем. Я объясню, почему. Евро, ГБП. О, как мы здесь валимся. Ой, как хорошо. Ну, будем ли ещё валиться мы ниже? Вечернее время, объём, обновление минимума в промежуток. Нет, я думаю, будет коррекция после пробития, либо прямо сейчас. Объём слабенький. Я понимаю, да, да, движение вниз, но я буду заходить на откат. Давайте, евро, ГБП, вверх. Буду пробовать на откат. ПС, на вопросы отвечаю в аудио формате в видео. Давайте, я буду пробовать на откат. Люди против меня, я это понимаю. В плане анализа евро, ГБП. О, тут проценты ещё такой. Вот он уже пошёл, откат. А, ну что это такое? Посмотрите, я не успел. Видите? Я не успел. Вот если цена вернётся, то можно пробовать на повышение это заходить. Но после отката, вот здесь вот с максимумом, но можно снова пробовать на понижение, понимаешь? Две минуты. Ну, дай чуть-чуть просадку вниз. Не даёт просадку вниз. Вы заметили, кстати, разницу? Здесь рывок произошёл, а здесь он спустя секунду произошёл. Вот вам на заметку, чем можно заниматься. Отвечу на вопросы, просто жду момент для входа, понимаете? Вниз. Вниз люди заходят на 4 минуты. Давайте вниз на 2 минуты я зайду. Вниз я зайду, потому что здесь минимум, и я не успел зайти на повышение. Вот если бы до кабы, вот как я вам сказал, сразу на повышение, на 2 минуты, ну вот вы и считайте, сразу было бы какое симпатичное движение. А здесь на максимуме уже продолжать. Ну, это такое себе. Ладно, минута 30. Давайте посмотрим. Так, ребята, вопросы, вопросы, быстренько. Форекс, не люблю очко. Есть бинарка, зачем нужен форекс? Крипта, да. Так, как правильно так тренировать навыки? График пошёл не туда, куда я сказал, я. На что мне обращают внимание? Бывает, тренируешься, средний 50, 6, 60, потом 33. Смотри, я не понимать, я твоя не понимать. Там было так написано. Пацанёры, когда вы совершаете ошибку на графике, постфактум, да, у вас минус, легко можно найти, в чём причина. Вы начинаете сканировать сперва. Базовый технический анализ, где вы могли бы ошибиться. Потом свечной анализ. Смотрите одну свечу, 2, 3, 4, 5, 10 свечей. Где-то будет ошибка точная. Это просто сканирование. Потом уже объёмы идут. Понимаешь? То есть технический анализ, потом свечной, потом объёмы. Вот именно в такой последовательности. Именно так вы сможете к чему-то там уже нормальному прийти. Так, вот если бы, да кабы я зашёл на минимуме, то в моменте, вот 2 минуты, оно бы прошло, 19.30, 19. Так, тут секунду до завершения. Это я, получается, на скриншоте люди подумают, что я их обманул. А я не успел зайти просто в моменте, как я сказал, на повышение, на откат. Понимаешь? Ну ладно, понятное дело, что после... Так, скрин, отлично. Что после ситуации... Так, давайте. Не успел открыться на... Так, ещё и на... Понятно. Не успел открыться на... Минимуме... Минимуме... Му... Ме... Поэтому... На максимуме вниз и плюс. Ну, конечно. Конечно, конечно, конечно. Всё хорошо. Давайте пока там сделка у нас ещё идёт. Поотвечаю на вопросики, которые вы мне пишите. Поэтому вот ответ на этот вопрос. Ребята, последовательно. Начинайте сканировать теханализ, потом свечной анализ, потом объёмы. Там в любом случае будет ответ на ваш вопрос. Следующий. Мой анализ стал лучше в TradingView. Могу ли я начинать торговать на OTC? Говорят, там сложнее. И какие индикаторы можно там использовать. Индикаторы на OTC я лично не использую. Использую только базовый технический анализ. Это области поддержки сопротивления, плюс тренд, плюс потенциал. Это всё, что там работает. OTC реально сложнее. Это абсолютно факт. 100% они выбрали с истории самые волатильные участки, запустили их. И вот тебе, пожалуйста, сиди торгуй. Понимаешь? Поэтому типы. OTC это сложно, это факт. Это правда. Индикаторы там не используй. Используй теханализ. Я про это много, кстати, рассказывал. Так. Цена пошла вниз. Всё хорошо. Ой, сколько тут. Сколько всего. Низ плюс. Так, 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 так. Просто чтобы... Всё, плюс на один пункт. Замечательно. На один пункт. Так, здесь плюсиксы. Давайте ещё посмотрю. Может, кто-то мне написал. Так, давайте. Бать, может, сделаешь всё же инсту. Типы, типы. Я реально хотел ещё в мае. В мае 2024 года запустить Инстаграм. И ввести его. И что-то там снимать. И что-то всё в таком духе делать. Интересное, прикольное, классное. Но потом я понял, что оно мне реально не нравится. Вот я вам честно говорю. Вот я так прикинул. Но мне не нравится. Что мне? Вот я проснулся. И у меня будет обязанность что-то вам подснять. Там рассказать. Вот я делаю это. Я делаю то. Я к этому не привык. Просто ради чего? Понимаешь? Если ввести Инстаграм, то с точки зрения коммерции. Правильно? Привлекать людей. Свой блог. Но у меня нет коммерции. Я даже курса не продаю. А ради тщеславия ввести Инстаграм. У меня нет такого порока. Типы. У меня он отсутствует. Мне всё равно. Мне не нужно, чтобы мне писали. Боже, какой ты классный. Какой ты самый лучший. Смок и фикс. Вот ты такой весь, ну знаете, такие люди, которые любят, чтобы их сыпали комплиментами. Мне это не нужно. Если бы я хотел вот спонтоваться, показывать там бабки, танчики, роскошную жизнь. Да я бы уже сделал сто раз. Но я не такой человек. Я скромный парень. Я из, понимаешь, из подъезда, как говорится, из пролёта. Поэтому я не привык что-то выставлять на показ, там, дорогущую жизнь. Всё в таком духе. Поэтому Инсты не будет. Ну, на данный момент, по крайней мере, точно желания нет. Вообще. Я лучше сделаю что-то годное для вас здесь. Там чуть-чуть на Ютубчик, может, шорты какие-то поснимаю. Но им навести. Не, типа, не-не-не. Не буду. Сейчас не до этого. Как часто буду с вами торговать? Да как время будет? Слушай, вот время появилось. Я зашёл тут парочку сделок, сделал. И всё отлично вместе с вами. Так. Ещё вопросы. Как идея делать по воскресеньям ответы на вопросы? Да можно. Просто куда все эти вопросы будут идти? На самом деле вопросы, они достаточно однотипные. Вот. Вопросов нет к Смоку. Спасибо большое. Опять нет вопросов. Спасибо большое. Так. Так, 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 так. Так. Смок тоже ошибается. Абсолютная правда. Абсолютная правда. Но здесь я зашёл. Всё правильно. Понимаешь? Если бы я зашёл на минимуме в моменте на повышение, вот как я его увидел, это был бы тоже плюс. Поэтому вот такие вот дела, ребят. Я бы не сказал, что это была ошибка. Я просто не успел открыться. Поэтому вместе с вами зашёл вниз. В общем, спасибо всем, вот кто мне здесь пишет. Я очень рад, что вы со мной, что мы все вместе, вместе тут с вами проводим время. Поэтому, ребята, надеюсь на ваш отклик. Пишите комментарии, если хотите, чтобы я чаще вместе с вами расторговывался. Торговал и кайфовал. На связи был SmokeFX. Всех обнял, приподнял по братски. И всем пока.